Хлеборобы Лобинского района в очередной раз доказали, насколько грамотно и с какой ответственностью они относятся к земле. С этих слов начал совещание Александр Садчиков. Несмотря на все капризы природы, собран отменный урожай зерновых колоссовых культур. В этом году Лобинский каравай весит 146 тысяч тонн. Итоги уборочной кампании 2014 обсудили на совещании. С информацией о лидерах жатвы выступил заместитель главы района Евгений Свердликов. Завершили уборку, район собрал 146 тысяч зерна. Это как и в прошлом году, и урожайность точно такая же, 51,7. Я вот не знаю, в вашем присутствии или нет, говорил, что вот район 7 лет работает и 7 лет одинаковая урожайность. 51, 52, 51, 52. Это говорит о том, что, в общем-то, стабилизировалось само производство, стабилизировались, так сказать, вопросы технологического, технического, экономического характера и так далее. И результат, вот то, о чем говорит Александр Садчиков на протяжении моих лет, стабильные показатели наших крестьян. По району, вот в целом ситуация по району, она среди хозяйств выглядит примерно равная. Примерно равная, далеко друг от друга никто не уходит. Ни фермеры, ни сельскохозяйственное предприятие. За некоторым исключением. Там, где сегодня идут процессы реорганизации, процессы борьбы за территорию и так далее. Это упорное, как всегда, вот оно борется за что-то непонятное. Там ничего нет нормального, к сожалению. И бывшая территория сельскохозяйственная техника. Вот там проблемы. А все остальные на одном уровне. Вот комиссия рассматривала вопросы подведения итогов. И, в общем-то, определила, что у нас лучшие показатели в Кедре. Там, правда, незначительная совсем площадь сева. Там 800 гектаров хлеба всего-навсего. Но, тем не менее, они первые по показателю. 67 центнеров. Серьезным зерновым производством занимается аэрохолдинг-элеватор. Там 61 урожайность по родине, по одному из хозяйств. И третье место, госплентец-завод, небольшое предприятие специализированное. Вот, а в целом, основную политику, конечно, зернового производства делает прогресс со своим предприятием. Кедр – это по-прежнему флагман нашего Лобинского района. Он больше всего производит зерна. Агрохолдинг-элеватор. Ну, а дальше, там, фермеры 40% по пшенице. А по всем другим показателям они 30% имеют. То есть, это тоже довольно значительная часть всех хостоваропроизводителей, которая играет 30% в этом каравае, хлебном каравае нашего района. Определились лидеры среди комбайнеров и водителей крупных сельхозпредприятий района. Честование победителей жатвы 2014 состоится 8 августа в городском Доме культуры. В этом году лобинские хлеборобы снова стали лучшими, в крае по южно-предгорной зоне уже в 13-й раз заняв почётное первое место. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.